Мощный снежный циклон, накрывший ряд российских регионов, сегодня, как ожидается, охватит все 17 субъектов Центрального федерального округа, причем кое-где может пойти ледяной дождь. В избежание чрезвычайных ситуаций спасатели развернули на междугородних трассах мобильные пункты обогрева, работающие круглосуточно. Они действуют в Курской, Воронежской, Тверской областях. В последние за помощью обратились уже несколько десятков водителей. А поздно вечером, близ Вышнего Волочка, в условиях метели столкнулись шесть фур. Их удалось растащить за час. В городах работает уборочная техника, особенно нелегко в Нижнем Новгороде, там до сих пор идет снег. В Москве пик снегопада пришелся на минувшую ночь, выпала почти половина месячной нормы осадков. Коммунальные службы работают в авральном режиме. Какова обстановка на дорогах? В утренний час узнаем у нашего корреспондента Георгия Алисашвили, который выходит в прямой эфир. Георгий, итак, в Москве утро доброе. Доброе утро, Алена. Атлантический циклон, накрывший центральный регион России, накануне, похоже, все-таки отступает. Буквально еще 10 минут назад. Никаких осадков в столице не было. Но вот прямо сейчас начался такой небольшой снежок. Температура воздуха около нуля градусов. Но из-за порывов ветра, достигающих примерно 10 метров в секунду, это ощущается как минус 5. Снег шел всю ночь на тротуарах, куда еще не дошли коммунальщики. Уровень снега примерно по щиколотку, может быть, чуть выше. Но из-за метели, она прекратилась сегодня около 6 утра. Многие автомобилисты начали сегодняшнее утро с нехитрых физических упражнений с лопатой. Машины и выезды во дворах многим приходилось откапывать вручную. У дорожников было достаточно времени, чтобы привести трассы в порядок. Техника вышла на улицы города еще ночью. Однако на некоторых улицах, как здесь, на проспекте Мира, наблюдаются пробки. Может быть, чуть больше, чем обычные для этого времени. Причина, судя по всему, в том, что к утру потеплело, выпавший снег потаял и превратился в кашу. На дорогах очень скользко. Так что представители ГИБДД рекомендуют водителям по возможности пользоваться общественным транспортом. Также просят и пешеходов быть аккуратнее. Дорога скользкая, а, соответственно, тормозной путь длиннее. В Московских аэропортах, где накануне десятки рейсов были задержаны, из-за непогоды ситуация нормализовалась. Самолеты вылетают по расписанию. И вот, что нам рассказали представители аэропорта «Шереметьево», где накануне ситуация была самой напряженной. Несмотря на сложные погодные условия, международный аэропорт «Шереметьево» работал достаточно стабильно весь вчерашний день. Было отменено 14 рейсов авиакомпании «Аэрофлот». На данный момент пассажиры все проинформированы. Они отправляются другими совмещенными рейсами в пункты назначения. И сейчас задержек практически нет. Рейсы выполняются по расписанию. Есть незначительное отставание от графика в связи с тем, что происходит чистка взлетно-всадочных волос. Тем не менее, пассажирам, которые сегодня будут добираться до аэропортов на машинах, все-таки рекомендуют выезжать заранее. На дорогах сегодня еще возможны заторы, связанные с осадками. Опять же, гололед. Ну и, как говорят синоптики, в течение сегодняшнего дня в Москве все еще ждут снега. Алена. О ситуации в столице после мощного снегопада рассказал Георгий Алисашвили. Продолжение следует...